Добрый день, дорогие коллеги. Мы начинаем. Игорь Завьялов, торгуем по системе. И наш коллега из Санкт-Петербурга уже с нами. Игорь, приветствуем вас. Приветствую, Игорь. Приветствую, коллеги. Здравствуйте. Как сегодня система себя ведет? Что интересного подсказывает? На чем заработать? Система ведет системно, ежедневно. На самом деле, как ни странно это звучит, согласен с предыдущим оратором, своим коллегой, и что не все так радужно на рынке. Отчасти согласен над тем, что весна-осень, естественно, самое время для заработка. И, ну, я не знаю, насколько сегодняшний выпуск будет интересный, но особо изменений никаких нет, за исключением того, что ММВБ, но оно уже достигло своих целей и ранее. Индекс РТС, все по плану. Я все-таки жду какого-то разворота вблизи текущих котировок. Угу. Давайте посмотрим оно на графиках, это интересно. Да, ну и сампири... Так, мне нужно, наверное, включить демонстрацию экрана, да? Да, конечно. Так будет интереснее. Угу. Видим хорошо. Ну, я вряд ли открою секрет относительно предыдущих каких-то обзоров. Ну, вы, Санки, видите, наверное, все, что происходит, ровно так должно было быть. Сейчас текущая, это часовой таймфрейн. Текущие зоны сопротивления обозначены выше относительно какого-то изначально импульса в рамках неких волновых структур. Вообще-то, конечно, в канале движение происходит. Но, тем не менее, зоны поддержки – это непротестированные консолидации, прошу прощения. Здесь они где-то находятся. Обозначены они четко 495.62, 4202.38. Это ближайшая зона поддержки по СНП, текущая. Ну, а в случае, если все-таки мы пробиваем какую-то некую консолидацию, которая более глобальный характер имеет, то с большей вероятностью это 4.113.88, 4.105.38. СНП, опять же, если мне сейчас просто не открыт сам индекс, базовый актив, повторяться, наверное, не стоит, где мы находимся и в какой зоне, опять же, 2.618 относительно глобального восходящего импульса. Конечно, возможен еще какой-то забег на 4.300. Почему? Потому как волновая структура, естественно, она имеет несколько уровней достижения. Есть еще и 4.618 и так далее. Но я пока не рассматриваю движение актива выше, потому как все-таки достигнуты цели и по ММВБ. Коллега мой как раз только что говорил об этом. Ну, видите, кто смотрит давно обзоры, об этих целях говорилось уже очень давно. Здесь единственный вопрос в том, на мой взгляд, сейчас цвет изменю только для наглядности. Где заканчивается импульс вот в этой пятой волне, если она, конечно, пятая? Если он заканчивается здесь, предположительно, опять же, то, возможно, движение в район 4.000. Пока, как вы видите, пятерки стоят у меня в этом месте. И относительно предполагаемого, опять же, какого-то импульса, который локально сломал тренд, зоны мы достигли. Зоны достигли. Не уверен, что здесь клин, но, в принципе, здесь может быть обычный какой-то треугольник в виде четвертой волны. И вполне возможно какой-то продолжительный, ну, выход из треугольника, во-первых, да, какое-то импульсное движение и потом некий бабах. По крайней мере, торговый план у меня такой. Что касается дневного графика, так, нет, сейчас нам сегодня не поможет. Дневного графика, да, там сужение волатильности, вот как раз-таки о чем говорил. И сейчас мы увидели некий выход из этого сужения. И вот вопрос достигли мы, мы 4 тысячи. Здесь, как говорится, 50 на 50. Будет ли импульс выше, сложно сказать. На текущих значениях цель, ту, которая оставилась изначально, она выполнена. Плюс данная цель совпала в очередной раз с достижением верхней границы вот этого замечательного канала, если его видно, то да. Здесь, конечно же, будет сопротивление. И выход в перекупленность никто не отменял, но, тем не менее, снятие перекупленности, я бы сказал, что оно в приоритете на текущий момент. Что касается нашей замечательной валюты, в принципе, тот торговый план, который озвучился уже несколько месяцев назад, он выполняется с, как обычно, не так, как хотелось бы, предполагалось, что движение какое-то после коррекции продолжится сразу на текущие значения. Ну, хотелось бы обратить внимание на что. Здесь относительно алгоритма отработки тестов импульсов. В принципе, все настолько логично, насколько может быть. Уровни отработки. Все выполнено очень четко. С большей вероятностью это уровень, как я и говорил ранее, 0,236. Там у меня, если видно, зеленый прямоугольничек стоит. Да, сейчас выполняются локальные цели, которые были обозначены ранее. Но, тем не менее, все-таки в приоритете остается движение на 0,236. А там уже, конечно, нужно смотреть. Здесь есть достаточно серьезное скопление объемов, от которого, конечно, мы можем получать какие-то отскоки, плюс на ретесты каких-то пробитых диапазонов. Ну, видно прекрасно, насколько мы здесь стояли. И, конечно, с большей вероятностью какой-то отскок на тест этого диапазона будет. Ну, а так, в принципе, все по плану относительно первоначального шартового импульса. Мы прекрасно видно, как достигли данной зоны. Данная зона, конечно, является зоной поддержки, но выход за границу данной зоны также никто не отменял. Это что касается именно доллара-рубля. Ну, а глобальный план у меня есть там на канале, обзор по данному инструменту. Вообще, конечно, ниже там в случае, если будет поглощение импульса, о котором я только что говорил выше, есть достаточно серьезная консолидация, которая как раз-таки имеет свою зону для теста в районе 66.43.19, 67.39.53. Это зона, которая находится где-то вот здесь. Достаточно серьезная консолидация, теста ее не было. Это не тест, на мой взгляд, это формальность, но перелов данного значения вполне мы можем иметь. Так, ну, что касается валюты, что касается наших индексов, индекс РТС, тоже есть у меня предположение, что относительно, даже если считать, я прошу прощения, здесь, наверное, не очень хорошо видно, но, к сожалению, мне все эти линии нужны. Если считать, что, возможно, это даже просто первая волна, ту, которую я только что нанес, то мы, опять же, приходим в зону 161.8, 176.4, 161.8 достигли. Она достаточно обширная, данная зона. Конечно, мы можем продолжить движение на 176.9. Почему? Опять же, потому как, если рассматривать месячный тайм, обычно это отрабатывает с большей вероятностью, то хотел обратить внимание, если кто-то, конечно, следит за этим, что присутствует здесь консолидация, где ее нижняя граница не очень понятна, потому как здесь по месячному графику присутствует некий хвост, до телосвечи мы так и не дошли. Поэтому движение фьючерса на индекс РТС, ну, равно как и базового актива, который мы сейчас рассматриваем, конечно, возможно к достижению данной зоны. Где здесь будет какой-либо разворот, пока его нет. Нет ни на дневном графике, нет ни на более мелких таймфреймах. И, опять же, зона, верхняя граница 176.4, она, на мой взгляд, на текущий момент в приоритете. Ну, а локально, конечно, мы достигли каких-то верхних значений относительно канала, который здесь нанесен, и, как говорится, все возможно. То есть выход, опять же, в перекупленность, даже на недельном графике, выход за пределы данного канала, я имею в виду локальный канал, конечно, никто не отменял. Что касается акций, здесь особо ничего интересного, на мой взгляд, нет. Газпром. Ближайшая цель 281.60, ну, вообще здесь зона 296.05, 281.60. Ну, я называю ее нижнюю границу. Опять же, это по месячному графику, а-ля РТС, который только что мы рассматривали. Консолидация. Она не была даже формально протестирована, поэтому с большей вероятностью, конечно, движения актива в данную зону, оно... Я думаю, что многие это видят. Я имею в виду вот эту замечательную консолидацию. И достижение этих значений, оно вполне логично и понятно, по крайней мере, на текущий момент для меня. Что касается Сбербанка, он всем уже приелся, наверное, даже не будем рассматривать. Можно посмотреть, что-нибудь попроще. Значит, магнит снова пришел в ту зону, которая изначально была им протестирована, но не пробита. Я имею в виду 54.39 и 54.90. Снова здесь мы получили сопротивление. Опять же, было одно из предположений, что мы здесь увидим какое-то флотообразное движение в этой зоне. Лента, ну, если касаться вот этого всего общепита, лента четко отработала цели. Мы ее рассматривали. Здесь, конечно, шла речь о краткосрочных сделках. Место было очень интересно. Зона поддержки отработала, точнее, так же, как она и должна отрабатывать. Встречная консолидация, целевые значения 252.7-254. Конечно, они не исполняются до второго знака после запятой, так как это по дневному графику построена зона. Ну, тем не менее, я имею, я достаточно, вернее, доволен отработкой относительно зон. Ну, кто находится у нас в закрытом чате, мы постоянно публикуемся, отрабатываемся и, наверное, не дадут соврать, что, как говорится, все в порядке. Ну, Татнефть можно еще посмотреть. Татнефть пока прекрасно отрабатывает все по плану на текущий момент. Опять же, если кто-то следит за данным активом, то сейчас, на мой взгляд, конечно, несколько поздно уже. Но, тем не менее, шартовый импульс на будущее, можно сказать. 161.8-176.4 сейчас. Целевая зона на ретест равна как и 549.3-558. Есть зона поддержки 261.8-276.4. Отсюда как раз-таки мы и отошли. Ну, опять же, коллеги не дадут соврать, зона декламировалась изначально. Это что касается Татнефти. Ну, здесь была промежуточная зона поддержки 508.5-510. Но сейчас, опять же, ее пробили и от нее оттолкнулись. То есть, поэтому и рассматривается приоритет достижения 176.4 на ретест как минимум. Ну, а вообще здесь, конечно, присутствует консолидация, прошу прощения, которая находится выше, без теста. Как правило, это некий магнит. Наверное, уже устал повторять. Так, разъединился у меня интернет. А все в порядке, Игорь? Меня слышно? Видно, мы с огромным интересом следим за вашими идеями. У меня отвалился интернет. По крайней мере, квик выкинул. Ну, ладно, сейчас уже мы не будем, конечно, подключать. В принципе, последнее, наверное, крайнее, что хотел разобрать, это Global Trans. Global Trans, опять же, и здесь мы у вас смотрели, и, естественно, в закрытом чате все прекрасно отрабатывают. Опять же, зона, ну, конечно, 50-процентная, да, с возможной фиксацией. Ну, и плюс на текущий момент целевой уровень в районе 520. Наверное, все, Игорь, на текущий момент, больше особо нигде ничего выдающегося не произошло. Я понял вас. Спасибо большое, Игорь, вам за ваш обзор. Пожалуйста, включайте, останавливайте демонстрацию работы у стола. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Мой вопрос, я вижу, Николай Пенза призывает население всего мира, он говорит, люди, продавайте еврик, пусть падает, ему там самое время. На ваш взгляд, где место еврика внизу? Вы имеете в виду евро-юсд? Да, евро-доллар, продаем, не продаем? Нет, 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 я, по-моему, как-то даже на прошлой неделе, ну, и до этого говорил. Для меня есть целевые значения, гораздо выше находящиеся. Жаль, что отключил. На мой взгляд, при падении доллара, все-таки достижение целевого значения 0.382 от шартового импульса, уровень 1.25979. 1.25. Да, сейчас мы находимся в зоне сопротивления, которую мы никак не можем пройти. Это 1.21.544, 1.22.498. Один раз уже пытались ее пробить, от нее, естественно, планомерно отскочили, но в приоритете для меня все-таки 1.25979 как цель. Да, 1.25 это цифра называется регулярно, в том числе и нашими участниками. Вот у нас есть цель, например, 1.25, это цель Юрия Смолы и Николая Пенза. Николая Пенза, а я не понял, а вы называли эту цель в качестве своей. Вот у меня написано, блин, 25, цель Юрия Смолы и Николая Пенза. Вы что, переобулись, а нам не сказали, что ли? Я не пойму. Сейчас узнаем у Николая Пензы, за счет чего это такая коллизия происходит. Поняли вас, Игорь, вы поддержали это свидетельство Владимира Мудрякова, что торговать надо весной и осенью. Я хочу сказать, что по практике люди зарабатывают в любое время года, даже за день до Нового года. Да, да. Это по вашей практике так. То есть для вас самые выгодные месяцы – это весна и осень. Да, потому что, так как я ближе все-таки к опционам, и снижение волатильности, конечно, подразумевает именно торговлю летом в рамках продажи волатильности, ну или какие-то вариации на эту тему. Но на самом деле, сейчас в этой ситуации, с коллегами часто мы обсуждаем и общаемся на эту тему, в текущей ситуации, на тех значениях, где находится S&P 500, вот в этом году продажу волатильности, по крайней мере, для себя я не рассматриваю. Потому как могут быть сюрпризы и достаточно экстравагантные, на мой взгляд. Я понял. Но, тем не менее, летом вы находитесь у станка, вы работаете, и какая-то доходность все равно есть, скажем так. Ну, посмотрим, как это лето себя продемонстрирует. Я, честно говоря, сейчас затрудняю сказать. Здесь очень много каких-то фундаментальных новостей. Одна только встреча Путина и Байдена, чего стоит. Что будет по ее результатам, большой вопрос. Но с большей вероятностью, все-таки, она, конечно, подстегнет рынки в ту или иную сторону. Да, в зависимости от результатов, конечно. Да, конечно. Поскольку у нас с вами идеи, какие будут результаты, никаких нет, к сожалению. Ну, с большей вероятностью, опять же, нам, конечно, расскажут о том, что все хорошо, до всего договорились. А как оно на самом деле, мы узнаем уже чуть позже, если вообще когда-нибудь узнаем. Я понял вас. Игорь, спасибо вам большое за ваш обзор и за ваши идеи по торговле летом. Желаем вам успешного дня. Спасибо. Спасибо. Профитов, коллеги. До свидания. Спасибо. Всего доброго. До свидания.